Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1237. События дня. Сераха, 35-14. Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо он в одежде его. Блаженна душа боящегося Господа. Кем он держится и кто опора его? Очи Господа на любящих его. Он могущественной защитой и крепкой опорой. Покров от зноя и покров от полуденного жара. Охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи. Дает врачебство, жизнь и благословение. И объявление. Умерла сестра, 42-х лет. Осталось четверо детей. Муж глухонемой. Ну вот как тут ролики. Как хоронили. Все. И потом попросили разместить у себя такое объявление. Чтобы как позаботиться о детях. Как создать фонд. Подрастают уже большие. Ну вот так. Считайте. Интересно. Вчера посмотрел. Какие там комментарии под одним роликом даются у человека, который из Москвы у нас тут был. Задавал вопросы. Я некоторые выбрал. Выбрал это примерно одна. Какая часть сказать даже не могу я. Если 8. Ну одна 50 может быть часть. Примерно выбрал, которая там много было. А тут у меня не так и много их. Я даже не знаю сколько. И вот тут считаем. Какая-то. О. Ну. Это не люблю. Вот это. Какие-то имя, фамилии. Это может было. Вот Сергей Петров внизу. Лапкина переделать не надо. Он есть как есть. В том и состоит его уникальность. Может слышали о бога Филыковой? Так вот ее и пытаются отмыть. Одеть. Обуть. Построить баньку, чтобы почаще мылась. Благоустроить жилище. А ей все это не нужно. Глупые мирские людишки. Лицемеры. Мы сами смердим своей греховностью. Принимая каждодневный душ. Скобля себя до блеска. Душа себя где колоном. Надеемся душить свои запахи. Как же Господь нас всех вонючих терпит? Дело в том, что этот человек уехал. Ну, нормально. Встретили, нормально проводили. И там вдруг запах вонючки. Надумано было на 100%. Самый смердящий запах от него был. Человек курящий. Притом часто курит. В поездках. Остальное даже говорить не надо. Запах-то от чего. Табак самый противный. Хочешь проверить себя? Пойди пчелам. Они тебя научат. Они не любят табак где-то. А тут нигде вместе не спали. В одной комнате. Так, чтобы было. Отдельно двое не были. Остальное на улице. То есть ничего нет. Это надумано. Никогда никакого запаха не было. Даже в поездках были. Ну, дым. Продымленный. Кто-то бы хотя бы услышал. Хотя бы запах один раз. За 80 лет нет. На 100% брякнул. А теперь только на это. Вонючая, вонючая. Только поневоле вспомнишь Достоевского. Чтоб сильнее кого-то уесть. С твоими собственными недостатками обвинять другого. А он будет думать. Ну, что тут думать. Из чего нет того и нет. В первую очередь, если бы был запах какой-то. Допустим, он обо мне. Я даже не понял, говорит он. То это было бы кем-то замечено. Хотя бы один раз. Ну, запах бывает. Когда мы работаем, допустим, с краской. Я строитель. Приходишь домой. Пока разденешься. А краска-то падает. Бывает так, что у костра разрываем гудрон. Тоже запах остается. Та больше-то нигде нет. А тело запаха? Никогда. Никогда ничего нет. Баня. Мы каждую неделю моемся. И откуда ему быть запаху, когда на работе-то нет. И не потеешь сидишь. Надуманно было на сто процентов. Ну, вот если жизнь в человеке живет блудно. Смердит этой своей смердящей жизнью. Ну, вся жизнь прошла. В табаке и в блуде. Ну, какой там запах будет? Смертоносный. И во гневе брякнуть такое. А теперь как? Никак. Я говорил. Тут к нам приезжали в лагерь. Комиссия нас душили. И первый секретарь КПРФ. Железнодорожного района. Бобров Геннадий Александрович. Я ему показываю келью. Говорю, здесь подогрев есть. Когда подсушиться надо, тепло. А я, говорит, подумал. Пишет в Краевой газете. А я подумал. Вож тепло любит. Какая вож? Где вож? Но намек, гнусный намек брошен. Вот такая подлость. Подленькая душонка. Выморачивает что-то. И думает ни о суде Божьем, ни о чем. И сколько их людей в заблуждение ввел. И об этом говорят. Вонь. А нюхали они? Нет. Да ты от себя-то понюхай. Что от тебя воняет-то? В комнатах живете. А у нас сортиры, все на улице. У нас никакой вони вообще нету. Никакой. Тем более, если человек верит в Бога. И всегда надеется на Него. То и говорить не о чем. Мы же не пустынники. Там было, что жили с мурашами, да с овшами. Это было. Здесь ничего этого нет. Ни вшей, ни клопов. Ничего нету. Нету. У нас есть люди, у которых запах, как у собаки. Чтобы кто-то унюхал где-то. Нет, никогда и нигде не было. Ну, человек неверующий. Самая обида произошла из-за чего этого человека? Он едва-едва отошел от этой гнусности. Ещё всю жизнь работал на секс-индустрию. И вдруг ему говорю, а я и сказал, что они самую большую ошибку сделали. И вы его проглотили. Пошли причащаться. Какое причащие, когда неверующий? И сам говорит, что я стоял и думал, когда бы закурить на службе. Ну, а православные сразу обуздывают. Причастие, причастие. Ну, и куда причастие? Из-за того многие больные немало умирают. Совершенно не готовы. Человек, будучи крещённый, всю жизнь жил в одном блуде. И он сам об этом говорит. Сам. Седьмой запад разбирает. Виновен, виновен, виновен. Говорит. Не мои это слова, а его. И они над ним насмехаются. Как их на своей жизнью. А я отвечал, как будто передо мной простой человек. Приняли. Теперь приглашаю даже в Потеряевку пожить. И вот ему ответили. Нарвался уже на вонючих. Скобля себя до блеска. Сергей Петров. Уважаемый Алексей Викторович, не спешите с выводами. Не впадайте в уныние. Никакого пинка не было. Была очередная встреча с Божьим человеком. Люди, общающиеся с Богом, все разные, уникальные. Каждый по-своему. Вас ведет Бог. И как бы спрашивает, кого ты ищешь. Вот какие люди-то есть. Я выборочно брал. Там много очень позорных. Даже с матерками. Ну, я ничего не стал брать. Зачем это все? А здесь такое, что можно послушать, что человеку говорят. Кого ты ищешь? Вот тебе орудит проповедник. Вот тебе утешитель проповедник. Вот тебе энциклопедист проповедник. Ты определись сам, кого ты хочешь найти, и он найдется. Рано или поздно. Еще Галина пишет. Главное, что я услышала, это то, что вы полюбили этого человека. Это пример для всех нас. А то, если что не по-нашему, то сразу враг. Ну, у православных это везде. Непрерывно выискивают врагов. Вот напали на отца Владимира, тоже Головина, на Ткачева, на отца Андрея. Но ни разу нет на кого нападать. Сейчас выискивают, кого следующие. А почему? Ну, Дворкиных и подзаборных хватает. Еще Дмитрий Бакоун какой-то. Алексей, очень хорошо, что вы выложили свое видео именно как есть. Что они выложили, мы выложили. С интересом посмотрим ваше интервью. И вот на этих контрастах и будет вырисовываться суть. Ведь в своем видео вы были сосредоточены на своей работе. Интервью с Илапкиным. А они в своей съемке шпарят все подряд. И еще на вас внимание. Посмотрите, советую. Но не только интервью, а все, где фигурирует А шахматов. Но внимание на себе сфокусируйте. На том, как вы реагируете на те или иные слова. Что принимаете, что нет. От чего вас скоробило. Это так хорошо видно. Думаю, очень полезно будет, если у вас получится. Пинок, по текущим ощущениям, может так и воспринимается. Но не соглашусь, что назад. Это как в ваших интервью. Беседуете вы гораздо больше, чем потом в монтаж ложиться. Так и тут. И когда вот эти первые ваши эмоции успокоятся и улягутся, вы еще осмыслите, поразмыслите и разглядите, что для вас нужно было в этой поездке и в этом общении. Анна. Ну, я не знаю никого. Повторяю. А никому в голову не приходило, что человек немного юродствует. Ведь были люди, которые одевались странно и пахло странно. Так как не мылись и все от них шарахались и так далее. Все-таки в последнее время часто от православной слышно, когда что-то с нашим мировоззрением не совпадает. Этот в прелести, этот в ереси. Господь всех рассудит, а все по местам расставит. А нам, как говорится, нужно посмотреть на себя и хватит с тебя. Вот видите, какое дело-то. Вот он кинул эту вонючку-то, а теперь будет вонять сам. До самой смерти не отмыться ему. И приехал, скоблить себя хотелось, материться, блудить. А то, значит, тут он впервые в жизни демона этот, сидящий дух, блуда в нем, получил по зубам. И он никуда уже, может, не заглядывал, думал. Геенский огонь разверся. И он видит, что все пропало, ничего и нет. И игра с православными для набора. Он говорит, мне главное лайки, главное количество подписчиков, это зарплата. А у нас-то ничего этого нет. Мы просто живем, славим. Молитвы у него, молитвы совсем нет. Он не знает Библии, не знает. Абсолютно не знает. И поэтому он приехал в нужное место. И моя душа, как бы я говорил на собрании, как бы прикипела к нему. Ну, побыл, уехал, его я не могу забыть. Он у меня буквально на первое место вышел в молитве. Не знаю, почему, ответить не могу. Ну, бывает, такой человек, ничего не сделал, просит молиться. Помолился день, на завтра его нету в молитве. А этот нет. И ночью, и днем я о нем вспоминаю. Просто так он, как бы побыл, уехал, уже у него не получится. Почему? Ну, я знаю силу молитвы. Всех призвал на молитву о нем, чтобы православные не сделали его хуже. Те, которые сейчас вокруг него, вся эта, как Микина, отвеется ветром. А они, да вот так, ты ответил, ты правильно, то другое. А они ничего не знают. И он не может разобраться. А ему это надо. Ну, что-то случится, ни одного из вас рядом не будет. И твои там 60 тысяч, 100 тысяч подписчиков, они никакой роли не играют. На днях на меня один зашел и говорит, а у меня 9 миллионов подписчиков. 9 миллионов. А что ж ты там ставишь-то? Ну, детские игры разные. А-а-а, вы думаете, там игры. Ребятишки. А это, тут-то разницы нет. Написано, подписчик. Вот сидит там какой-то смуглявенький, сопливенький амурщик. И он делает какие-то рецензии, что-то, а у него ничего нету. У нас, если есть подписчики, они берут духовное. Тут у нас насчитана и Библия полностью. Полностью Златоуст насчитан 12 томов. 12 томов «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие», «Книга правил». Ну, море информации. Ежедневно тут каждое служение считается Златоуст, собрания, беседы, вопросы. Ну, что сравнивать-то? Притом он только задает, а тут задаешь, что там твоего немного. Задать вопросы готовы. На все давать как ответ. Кого-то найти, чтобы ответили, а что-то самолет сгорел. А как вы думаете? Сам-то ты не думаешь? И на ответ правильный-то дать не можешь. А тут канал наш. Мне Господь дал его. Сделали его хорошо. И вот мы ставим. Такая, брат, ситуация. Так. Господь всех рассудит. С тебя хватит. Так, это были люди, которые одевались странно, пахло странно, так как не мылись, и все от них шарахались и так далее. Вот так. И дальше пишет Анжела. Игнатий Тихонович, это святая простота. А милый дедушка догматик. Вот с чем я не соглашается, это дедушка. Ну, не дедушка я. Мне лет 30 я внутренне себя чувствую. Потому что все время со студентами, с молодежью. 45 лет начальник детского лагеря, который комплексный. Могут родители прибывать, бабушки, дедушки там были. Кто только не жил. Преподаю в университетах, приготовила техникуму, десятки школ в отделах милиции. Ну, там же не старики одни в милиции. В воинские части, заводы, фабрики. Там трудно перечислить, где бы я ни проповедовал. Притом в разных странах, в разных городах Советского Союза. Ну, три радиопрограммы. Поэтому я где-то застрял на этом возрасте. А хорошо или плохо? Да Бог его знает, хорошо или плохо. Но я не старик. Это одновременно. А сколько лет? Сколько себе ты даешь? И твоя востребованность. Но в целом впечатление от него добродушность река, от которого можно просто устать. Из-за того, что он не понимает или не хочет понимать. Наше время – это время немощных. Вот, наше время – время немощных. Вот как сатана обольстил через попов, через священников. Каноны сбросили, эпитемии нет. А они вокруг вот этих. Ничего не меняется. Ой, батюшка говорит, это так утешительно. Я пойду опять туда, к тому батюшке, послушаю, где вы такое нашли. Многие бегут на ресталище. Один получает награду, говорит апостол Павел. Притом, нигде на священное писание не ссылаются. Я начинаю, всегда отвечаю, глава, стих, им это не нравится. Но я просто говорю, просто говорю, что вот узок путь, тернистый и узкий вход. Узкий, много званых, но мало избранных, мало. Вот об этом как раз в разговоре там об Антихристе, великом инквизиторе у Фёдора Михайловича Достоевского, это и сказано. Когда вот эти пришли, аглоеды, как отец говорит, и вот они теперь, народ немощный, да ну нельзя же так, за обор 10 лет, да никого не будет, то есть ему нечего будет, нечем пропитаться. На 10 лет она никогда не придёт. Это канона, они отбросили. Оглашенные дети выбросили. Это не церковь Христова уже. Развод возможен только в одном случае, если изменит муж или жена. И тогда не советую, как Василий Великой говорит, разводиться. А сейчас придумали 12, ну или 11, там небольшая разница, причин развода. То есть хоть сколько раз можно жениться, но это яма, разврат, этого даже я не знаю, как и назвать по-другому. Гибельное всё. И это всё пропустили на самом высоком уровне. И теперь священники при живых жёнах мужьях заново венчают, заново венчают. Ну а почему это Киркоровы или Пугачёвы не ходить, не выискивать девочек-мальчиков за экстракорпоральным оплодотворением ещё воспользоваться? Каков поп, таков приход. Вот они все немощные. Время немощных. Ни в Библии нигде этого нету. Как так? Столько литературы, столько всего знают, столько облегчения. Такая медицина немощная, что устоять перед грехом не могут. Вот возьмёшь Евгений Евтушенко, ну я к нему очень хорошо отношусь, но четвёртая жена. Табаков умер, Олег. Какая у него жена? Золотухой умер. Какая? Евдокимова, тут сатирика, губернатор Тайского края смерть похитила. Жена, одна, вторая, третья делят, не могут разделить. Ну всё в разврате утопшее. Вот разные Абдуллы, там это начинают смотреть, остались молодые дети, а сами все курят, воняют. Всё, зловонное, просто не выскажешь. Такая компания. Ну курят, если курят, какое-то, там же неблагоухание какое-то. Если где-то они находятся там, коромыслом, говорит, дым. Да ещё разврат, это как тело, совокупляющееся с блудницей, делается одно тело. Почему златоуст говорит, совокупившись с блудницей, идут умываться, отмывать себя, шоркать. То есть мысленно блудил, дорогой блудил, ну вот ты отмываешься, сидишь теперь. Блудник. Блудник он всегда, почему? Потому что скверно и грязь. На этом мытарсе больше всего погибают. А меня Бог сохранил, я вообще не знаю женщины. Меня Бог милует. Вот так. К нам действительно надо исходительно, хотя бы потому, что мы жили сто лет без Бога. И вдруг мы как парализованные стали делать первые шаги. Нам трудно, нам нужны костыли. Либо крепкое плечо, либо другие вспомогательные средства. То есть не Библия, не Христос. А Он говорит, нет, ходите сразу семимильными шагами, не смейте даже думать упасть. А то все мы вам укажем на дверь. Видишь, она как распорядилась, я так скажу. Какие двери, чего? Он и в дверь не зайдет. У меня ходили люди, каялись. И в общем накорисили по 26 человек сразу, которые пришли. И не два часа, и не полчаса оглашения. Оглашения до 500, 450, 500 часов академических университетей. А так, не так. Это попы развратили все. И вот это народ исходительный, нельзя. Надо экономию применять. То есть тропа разврата. Все разрешили. Я называю, банда захватила корабль, пираты. Корабль церковный. Патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов на принимали в церковь. Бандитами вас назвал ваш глава, патриарх. Официальная ведомость. Я показывал, 1994 год, номер 3. Это официальная хроника ведомости патриарши. Бандиты. Дальше. Это уже еще новая Ольга. Дорогой Алексей, Христос посреди нас. То, что вы полюбили этого человека, это уже проведение Господа. Проведение. То есть Бога провел, обманул или проведение. И в коем случае не пинок назад. Ну, не вперед. Какой пинок, если он придумал? Конечно, назад. Вернуться к тому. Занимайся своими этими, которые у тебя там были. Которых ты утешал. Людей. Которые знали тебя. Руководитель. Все показывали, как есть. Ну, это... Там ты специалист. А тут еще только пришел. Я сказал, раз, при мне еще. Видео, это другое. Правда о вере. Какая вера, когда ничего человек не знает. Но они рады на этом. Сыграть. Это игра идет. Игра. Или они ничего не видят. А я серьезно отнесся к этому человеку. Серьезно. Здесь у него не пройдет, как попало. Повторяю, что я сам его не называю нигде. Но тут уж считать приходится, поневоле. Алексей. Май Сурадзе. А кто из комментирующих тут сидел в лагерях за Христа? Кто? Отвечу. Ни одного в стране нету даже. Кто действительно отдавал жизнь за други своя? Ни одного. Что за осуждение всех и всяких, как только выходите из зоны комфорта? Вам кого не дай разорвете в пух и прах. Да, меня самого Лапкин во многом не устраивает. Но я не могу сказать, что он живет прям в прелести. А вот в прелесть гордыня, прелесть гордыня, прелесть гордыня. А никто не знает. Все в прелести находятся, обольщенные. И в гордыне. Он грешным не признает себя. Чего же я буду признавать грешным-то? Я уже каждое утро считаю, помилуй меня многогрешного и грешного. А перед вами еще я буду, я вас знать не знаю. Да, конечно, Владимир Головин очень добрый и хороший пастырь. Я его очень уважаю. И он много изменил в моей жизни. Но он не единственный. И Богу нужны разные пастыри и проповедники. Как же быстро люди меняют свое мнение, когда им говорят жестокую правду. Да элементарно в храме посмотреть любой незначительный дискомфорт раздражает всех. Как, например, не дали просвор или к причастию не допустили. Обличили на исповеди или слишком дорогая утварь в лавках или пирожки в трапезных. Если вам, Алексей, хочется блудить и материться после общения с человеком, который по-божьему жил всю жизнь, дело не только в нем. Это он сам сказал. Никогда в жизни не хотелось так материться, материться и блудить, блудить. Нельзя так однобоком мыслить. Я думаю, общение с первыми христианами многим бы могло не понравиться в наше время. Иисусу Христу тоже кричали. Асанна и благословен гряды во имя Господне. А через несколько дней распни его, распни. Евгений Комаров. Я смотрел его ролики. Они просты. Нет заморочек. Интересный человек. Мы все хотим без труда вынуть рыбку из пруда, а у него наоборот. Да, может, где-то он не прав, так, например, с бородой. С безбородой пишет. И так далее. Душа должна трудиться, иначе нам не войти в царствие Божие-то. А если сегодня дадим поблажку душевной работе, потом завтра. А в итоге-то на халяву хотим в царствие Божие. А Лапкин, я думаю, большой труженик в этом плане. Он с нами, если взять, кто там завоняло для кого-то. Он тут будет вонять, на город весь отравит, воню свою, если его поставить с нами. Вставать ночью на молитве, днем не меньше семи раз на молитву становиться. Эта вся дурь сейчас с него будет скатилась, но он уже не может выйти из этого. Иван Петрович. Настоящих глубоко верующих людей всегда было мало. Дальше. О, ну непонятно, кто такой. Алексей, в их общине не только пожилые, детей и молодых тоже хватает. И не только в общине, но и за пределами. В других городах, в селах, в странах, там, кого вы встретили, это только некоторые из них. А в наших храмах что, по-вашему, где все мужики? Одни бабы и те безграмотные. А у нас любая может и знает, что ответить. Вот ответы какие дает. Максим какой-то, Чиркун. Это не пинок назад, а скачок вперед. Надеюсь, со временем вы это поймете. Благослови вас Бог. Духовно, да. Но, однако, если он посчитал это пинок, то вернуть на прежнее. Начнем сначала. Абсолютно неправильный вход его. Попы обуздали уже его. Галина Влескин. Мир вам. Дважды я встречалась с Игнатием Тихоновичем в Потеряевке. Две недели жила. И не было никаких злых запахов. Злых, в кавычках. Нечистый дух крутит. Бывает и такое. Читайте книги. Дар бесценный. У меня есть. Радуюсь даже, глядя на них, с Богом. Игнатий Тихонович – мужик. Христианин. Очень добрый, тактичный и нежный человек. Энстиклопедист. И не только по Библии. Прелесть сигнания от большого ума. Это раз. А два – от зависти. В церкви разные души. Даже среди провозников. Мы же не клоны. С Богом. Ну вот она сказала ему. Как он примет? Да он, может, и не читал это. Но молитва за него и идет. Легко идет. Вот что интересно. Или из-за того, что он искренне свои чувства передал, не затаил. И когда он там исповедовался перед бумажками. Юрец. Лапкин – это божий человек. Ты так ничего и не понял. Я не являюсь его поклонником, но он говорит правду. А то, что от него пахнет, это не так уж важно, хоть и неприятно. Опять же, не пахнет и нет ничего. Это вот он надумал. Ему теперь не отскрестись от этой вони никогда. Как в братьях Карамазовых, великий инквизитор. Мы разрешим грех и спасем всех. И за смертью они обрящут лишь смерть. А вы спасаете. Кто там у вас там? Часы, бороды. Великий инквизитор, говорит. Настя Денисова. Ну, разные люди. Повторяю, я выборочно взял оттуда. Алексей, простите меня грешную. Хочу сказать о том, как надо было пожить. На третьей полке полгодика хотя бы. Без канализации, без отопления. Без теплой воды. С минусом во дворе 40, а в доме плюс 15. 15. Да я ведро угля, сколько экономлю, когда володя нет. До 3 градусов. Без машинки, автомата. Помолиться глубоко. Поспать по 3 часа в сутки. Это наш под меня, говорит. У меня 2,5 часа уходило. Сделать попытку глубже окунуться в эту атмосферу. Ну, как сундаков. Живя в диких племенах, становился одним из них. И жить своей брезгливость, помогая не критикой, что они там ляпают некачественные ролики-то. А научиться, как надо, действительно полюбить их, оправдывая. Их аскетизм. Игнатия Тихоновича, Володи, Никиты. И строгость лишь доказывает, что они очень ценят время, любят Бога и людей тоже любят, ведя их к Богу, помогая многим спасаться, задуматься о своей жизни, о душе, о грехах. Подумалось, как жилось с нашим святым, считая житие Матронушки, Серафима Саровского, которые подолгу жили в условиях, просто для нас цивилизованных, просто непонятных. Наверное, тоже не было благоухания. Но еще с Агафьей Лыковой можно записать интервью. Очень жала встречи с Игнатием Тихоновичем. Буду смотреть и дальше ваши работы. Благодарю. Выводы скоро полетельные. Еще раз простите. Храни вас Господь. Рахиль Загидулина. Лицемер вы, однако, Алексей. Но ваш ролик, где вы в парке с Игнатием Тихоновичем молитесь и обнимаетесь, обличает вас. А чего же маловерен ты? Матфея 14 глава. Господи, помилуй нас. К слову сказать. Я ни разу, никакой попытки не делал с ним обниматься. Я так посчитал, где-то в общей сложности набирается 5 или 7 обнималок наших. И каждый раз он выходил, распростирал руки, и никаких запахов его не было. Там пришли в коридоре, он один встретил. А потом еще перед экраном говорит, нас сфотографируйте, я его обнимаю. Но все остальное, я не знаю, если это он серьезный, говорит. Ну, да какой же он после этого? А если не серьезный, то многих людей вел соблазн. Мне-то никак ничего нет. Ну, пахнет и пахнет. Мы все являемся ходячими туалетами. Ну, что дальше-то за кожей-то? Человек ест какой-то там шоколад, там, ноготки такие. Ну, я уже понимаю, что пройдет часов 16, и она тоже так выйдет и будет кряхтеть сидеть. И такие же запахи пойдут. И почти одного цвета все у всех. Что тут-то уже? Вот возьмите лошадь. Лошадь оправится, ее навоз берешь руками и в глину, и стены замазывают. У коровы уже маленько не так, но овечи мало пользуются. А собачья неприятность, свина еще неприятнее. Но самое неприятное – человечье. Когда пророку Господь сказал «И пеки лепешки на человечьем кале», он взмолился «Господи!» Господь разрешил «Ладно, на корове их делай». А он ничего не видел здесь, этого нет. Нет. Ну, учитывая, как мы живем и где бываем, повторяю, у нас не за стенкой кухни сидите там, фукаете. У нас далеко во дворе, сортиры, как положено. Так, Татьяна Крот. Вот Татьяна Крот. Фамилия-то или... Люди, что вы заладили? Прелесть, прелесть. Вы попробуйте, проживите такую жизнь. Перенесите то, что он перенес. Сделайте хоть немного из того, что сделал Игнатий Тихонович. А потом берите на себя смелость разглядывать его под микроскопом. Он живет, отказывая себя во всем, посвящая свою жизнь другим. И уж нам его судить? Не нам. Это точно. Вот видите, какие люди нашлись. Это не моя характеристика. Ну, говорит-то, так и есть. А уж как Бог знает под микроскопом-то. Еще, может, грешнее. Ну, Господь обличает, если. Да, ну, если на молитве ты все время, тебе не касается. Тем более, слово гордость, гордыня и прочее. Это вы не знаете, о чем говорить. И слова-то эти не понимаете. Но они раз ругательные. А кто это научил? Ну, научились у кого-то. Если секта, да тоталитарно. Это дворкинская. Ну, если секта, секта. А что такое секта? Секта – это расхождение с господствующей церкви в догматике у нас нет. Тут у нас служит все время митрополит. Если мы еретики, за хвост да в яму всех епископов, которые с нами служат. Ну, нет ничего. Ложь. Слуги дьявола. Всякая ложь от сатана. Он отец-лжиотец. А это его выкормыши. И там расползаются такими ругательствами, матами. А кто они? Да не кто они. Кто они? В церкви, что ли? Для Бога живут. Андрей Юрбачев. Белое или черное? Придется выбрать. В этом и суть, Алексей. Никаких полутонов надо выбирать. По-другому не получат. Игнатий Лапкин выбрал. И делает все, чтобы все мы выбрали белое. А выбирать каждому из нас никаких полутонов. То есть серенькой мглы нигде у Бога нет. Вот это Андрей Юрбачев очень четко подметил. Дальше Валерий. Почему-то два раза Валерий, не знаю. Представляю, поехал бы ты навстречу к Серафиму Саровскому. Потом так же сидел в своей сатанинской тачке. В сатанинском городе. Зомби-биороботов-то. И обсуждал его, где он прав, где не прав и так далее. Это сатана тебя пинул под зад-то, а не Игнатий. Дальше. Привет, полка. Пока или пока. Лапкин общается, слышит, чувствует контакт с Создателем. Нам не понять. Мы заземленные. Ося Бандер, то ли с Украины или почему. Еще неизвестно, чем ты, Шахматов, будешь попахивать, если доживешь до 80-ти. Я сомневаюсь, что он доживет до 80-ти. Ник, даже никак. Но если только лежа где-нибудь, догнивать. Он и сейчас-то уже никакой. Шея на двух жилах держится. Голова. Все, а дрябло. Скинул другое. И дряблая кожа висит. Я это заметил. У меня под бородой натяжка вообще незаметно жил ни одной. Я просто к делу. Не к делу. Игнатий Тихонович меня привел в храм. За что я ему очень благодарен. Куда? В московскую патриархию. Пришел через его ролики в интернете. Мнение Шахматова, его мнение. Почему священное писание должно подстраиваться под человека. Право, Лапкин, этот человек должен подстраиваться, исправляться, если желает спасения. И тут полумеры неуместны. Написано так. Выполняй. Как может человек мирской судить про то, чего не знает? Да никак. Комментарий ничтожен. Духовный судит о всем. А о нем никто не может судить. Апостол Павел. Оно. Алексей, вы что-то путаете? Пинок с подзатыльником. А вам что, очень хотелось бы, чтобы вас там погладили по вашей лысине? Между прочим, метод подзатыльника действует эффективнее остальных. А Господь тоже бьет сильно того, кого любит. Как это любит? Ну, любит и потопил весь мир. Все младенцы утонули, любезные ваши. Любит и сжег. Содом и Гоморрии еще сколько, пять окрестных городов для полноты. Да еще и на дно моря провалятся. Это Бог, любовь к которому. Бог допускает. И уроды рождаются, и всю жизнь и парализованная, и дебила, и кого-то нет. Бог допускает. А имя ему – любовь. Наташа. Согласна. Игнатий Тихонович-то как раз с большой любовью относился. Облечает грех, да. Не человека наставляет. Грех – это не человека. Наставляет. В этом и есть любовь. А когда по головке гладит, успокаивает, когда человек погибает. В чем же любовь-то? И поэтому священники, которые к себе… Ой, там мне уютно, там тепло было. Судный день покажет. Кого, кто привел к Богу? Как доктор богословия в местной газете напечатали. Газета называется «Покров», «Алтайская митрополия» и доктор богословия, доктор богословия. Павел Бочков, священник из Норильска. Ну, к Игнатию по-разному относятся. Но тысячи человек, которые пришли в Патриаршую Церковь. Куда вы денете? Через него пришли. Сколько из них священникам стало? Я про это не говорю, не считаю. Но люди-то видят. Я встаю в 2-3 часа ночи, уже до утра, едва-едва с почтой разбираюсь. Вот получил очень благодарные отзывы. Книги получили где? В Ирландии. Кто? Грузин. И Грузия знает. Другие там получили. В Испании, во Франции, в Америке. Вы что послали? Что дадите? Да ничего. А за нами 650 городов. То есть, это Божье дело. А почему хвалитесь? Хвалящийся хвалить Господом. Вам нечего сказать. От зависти не надо лопаться. Я показываю, что... Ну, Якова послание 2-18. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Яков говорит, я покажу, я и показываю. А вы что покажете? У вас ничего нет. Вот как раз и говорят об этом. Так. То есть, любовь в этом. Дальше. Ну, а дальше. Какая-то тут Батман что-то. Лапкин крутой. И все видео выложил раньше Алексея. Его качество меня вполне устраивает. А что спрашивается? Мы пришли со своими аппаратами. Нам зачем условия диктовать? Он приехал брать. Я выполнил то, что есть. Никаких договоров не было. Снимали-то на 5 аппаратов, как мне сказали. И Сергей Павлович Пупков выставил свою запись. Он сидел рядом на машине. Алексея провожал. Возил в аэропорт. Какое? А он его забанил. На следующий день уже буквально забанил Сергея Павловича. Ну, это что? Вместе были. Вместе молились. Он нас подвел-то, как этот, о ком говорим-то. Не сказал, что он нетерпеливый. И во время даже у нас был здесь, выходил. Сергей его выводил тут поближе к Аби. Там курил, а обратно вонял здесь стоял. На территорию нельзя с папиросами заходить. А я его запустил внутрь храма. Внутрь. Даже не в притворе, а дальше. Снимай, снимай. Что вам надо, чтобы вы выполнили? Зачем приехали? Он меня поразил тем, что такой дарь летел за одно интервью. И поэтому это оплатится где-то. Это для меня странным кажется. Это невероятно. Тем более, горят люди, падает самолет. И он прилетел. Меньше суток был, уже улетел. Илья. Илья или Илья, не знаю. Я буду краток, Алексей. Если хотите спастись, слушайте Игнатия Тихоновича. Насчет документов я с ними согласен. Уже сам патриарх об этом говорит. Хотя для меня он не авторитет. Патриарх. Но все почти святые отцы говорили об этом. Что нельзя брать документов. Тем более, что навязывают сейчас. Как патриарх говорит? Ничего. Все говорят о том, что ничего еще в этом нет. Да, приближается. Но не так, что документы не надо. Сжечь паспорта надо. Я говорю, и зарубежный у нас паспорт. И ничего нет. Снимали и глаза. И отпечатки пальцев. Ну и что? Вы не отступайте от веры. Даже не вздумайте. Предложение, которое последует от Игнатия Тихоновича, не отвращайтесь. А я ему уже предложил приехать у нас пожить лето. С семьей. Бесплатно. Дом даю ему отдельно. Этому гостю-то. Журналисту. Вот. Купаться, рыбачить. Там все говорю. Что я ему бесплатно? Продуктов дам. Все это опубликовал. Это ваше спасение. На вас весь легион сатанинский напал на вас. Какие были грехи. У каждого греха свой бес. Вот они вас и атакуют. То есть блудить, ругаться, курить. То, что вы себя почувствовали смущенным, разбитым, и то подобное. Все это нападки бесовские, чтобы отвратить вас от Игнатия и спасения. Поверьте мне, я его рогатого знаю немного. Господь попускает нам его для возрастания, то есть сатану, и вразумления. Это искушение. Как отстоите его, так и дальше пойдет. И у вас только два пути. Третьего не дано. Храни вас Господь. А Игнатий Тихонович, измениться, измениться. Игнатий Тихонович, не понимаю, извините ли. Богу все возможно. Ему просто не хватает немного любви. Ну, видно, обо мне, говорит, любви не хватает у меня маленько. Дальше. Анжелика. Ангелина, то есть. Алексей, спасибо за честный и конструктивный анализ вашей встречи и знакомства с Игнатием Тихоновичем. Я давно наблюдаю за Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Вы совершенно точно выразили то, что я чувствую по отношению к Лапкину и к Потеряевской общине. Лапкин, безусловно, глыба. Прекрасный апологет православия. Блестящий знаток канонов и правил церкви. Кроме этого, он настоящий бессеребренник. Как раз этого ведь хочется видеть в обществе в священстве, критикуя богатство священнослужителей. Но есть что-то, что меня лично отталкивает. И вы это уловили, Алексей. Вот я точно знаю, что настоящее христианство не в длине бороды. Не в отсутствии ни в платках, ни в длинных юбках, ни в поясочках. Христианство больше, шире этого. Алексей, вы уж держитесь, не впадайте во все тяжкое. Вот теперь, не в бороде, значит, в бритый подбородок, бритый. Христианство не в бороде и в отсутствие. То есть, а что Давид не запустил в город, у которого полбороды отрезано. Не в платках, то есть, без платка молят. От которой говорит, она ясно себе показала. А без платка ты бесчестишь себя. Ну, считайте внимательно. Первая коринфа, 11 глава. Не в длинных юбках, ага. То есть, длинная юбка не нужна. Нужна короткая. А короткая – это 20 сантиметров на полпопа. Не в поясочках. Не в поясочках, то есть, распоясанное хулиганство. Апостолу Петру даже в тюрьме ангел говорит, припояжься перед тем, как вывести его. 109 раз говорится о поясе ни по зубам, ни по мозгам. А без пояса один раз только пришел рабцак завоевать. Он был без пояса. Алексей, вы уж держитесь. Дальше Вадим. Он живой. Я фамилии не буду считать. Они непонятные для меня. Если автор этого ролика рожден свыше, то в свете учения Христа его можно слушать. А по рассуждениям он понятия об этой тайне не имеет. А впрочем, не он один. Современный Никодим имя тебе. Кто ты такой, чтобы судить чужого раба, раба Божия? Иуда Искариот ходил с Господом три с половиной года и не знал его. Потому и предал. Вы, дитя его, то есть Иуды, покайся, возьми свой крест и следуй за Господом. И простятся тебе грехи твои. Здорово сказано. Ну, будет ли он считать это? Александра Федько. Алексей, вы переживаете за православную церковь. Но при этом совсем не верите Богу. Это его церковь, и он не даст ей погибнуть. Но вы можете ему помочь и взять на себя то, что вы ждете от священства в медиапространстве. Либо вы потыкаетесь в разные стороны и прекратите все это. Это очень даже похоже, если не умрет. Никита. Алексей, мне жаль. Очень жаль, но вы заблуждаетесь. Я надеюсь, что вам, как никому другому, удастся скоро это понять. Я в вашем негативном отношении к Лапкину. Не надо тут какой-то любви распинаться. Негативное. Негативное – супер. И я считаю, это не от него. Бесы в нем возмутились. Они тут заблокированы были. И в нем столько адреналина. За одни сутки без блуда прожил, уже заумирал. И курить внутри нельзя было. Один час без курева и уже развонял. Вера Викторовна. Вера. Тут даже не в детонаторе дело. А то, что мы наблюдаем с отцом Владимиром, не дадут. Я думаю, с этим любящим человеком Божиим можно договориться, кто бы пошел ему навстречу. Вы видели, как он рад был вам. По большому счету он в оборонительной ситуации разгонения были. Нам бы поучиться всякую энергию, да применять в нужное русло. В Америке давно так. Только они на разрушение нас это натравливают. Надежда Латкина. Какая надежда, не знаю. Так это бесы. Бесам то, что стало там-то. Это им захотелось. То, что вы думаете, захотелось вам. И материться, и блудить. Понятно, что показал вам Бог. Вот адреналинщик-то ему и брякнул по-можеску. Лена Ролова. Алексей, жаль, что вы не поняли Игнатия Тихоновича. До него надо дорасти. Спаси вас, Христос. Виталий Калинников. В Алексея ветхий человек восстал. Ибо хирургическим скальпелем, Слово Божие, был исполосован нещадно. Я кажу по обычаю и вводится у Игнатия Тихоновича. Выбор за Алексеем. То есть я это каждому так говорю. Наложить пластырь или продолжить операцию, начатую иглой. Лукавый мир и плоть все предпримут, чтобы наложить пластырь и оставить его у себя. Стоит только посчитать панигирики в комментариях и понять, что воскресенье четырехдневного лазаря не состоится. Хотя, кто знает, и палка в раз в год стреляет. Прелюбодеи, прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Якова, 4 глава, 4 стих. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот как надо отвечать, как Виталий. Видно, что знает Слово Божие. Дальше Настя. Алексей, спасибо за твой труд. Игнатий Тихонович давит, в кавычках, харизмой, правда. И вместе с тем он очень добрый дедушка. Только строгий чересчур. А святые говорят, избери себе наставника, строже которого нет во Вселенной. Я вспоминаю житие святого Пафнутия Боровского. Там, кажется, князь Георгий на всей земле. Монастырь был. Когда шел на исповедь, говорит, ноги подгибались от страха. Почему вы не берете во внимание его? Так. Трудно в учении, легко в бою. Или митрополитом московского Иону был киевским раньше. И говорит, святые в канонах не показали пощады. И от нас пощады не будет. Запомните. Святой. Лариса Горбунова. Алексей, когда-нибудь вы поблагодарите Бога за этот отрезок вашей жизни. И в своей душе скажете спасибо Лапкину и его соратникам, что задали вам новый жизненный вектор. А сейчас вы раздражаетесь лишь потому, что холите свою гордыню и тщеславие. Роман Николаевич, как бы вы не вуалировали свое безразличие, все считается. Но это нормально. На личном опыте знаю. Роман Николаевич, лапкин – это игла Божия. Лапкин – это розги Божия. Его девиз «Слово Божие люблю, а вымыслы человеческие ненавижу». Это Псалом 118-113 стих. Уж не знаю, прав ли я, но, к сожалению, Игнатия Тихоновича, к сожалению, то есть у меня, грешным людям ненавижу больше, чем люблю о себе. Хоть и справедливо, но все же не только розгами воспитывает детей. Но то, что Лапкин не от мира всего, это так и есть в полном понимании. И по похотям мира старается не поступать. Лапкина нужно слушать после головина, потому как не всегда можно только любовью и нежностью воспитывать, но и ремня обсыпать. Возможно, это от того, что Лапкин, как генерал в армии, готовит воинов с грехом. В армии, к примеру, с солдатом никто нежно не разговаривает. Воины, оставшиеся в живых после боя, воздадут похвалу строгому генералу, а мертвые доброму генералу спасибо уже не скажут. В этом случае генерал лучше добрый или строгий. И Юлия Андреевна. До интервью отношение к Игнатию Тихоновичу было однозначно неприязненным. В интервью увидел другого человека. Вспомнилась праза Иисуса Христа. Кто не примет царствия Божьего, как дитя, тот не войдет в него. Пересмотрю его канал. Мне нравится его трактовка писаний. Про гордыню и прелесть. А кто без греха? Бог только. Да если грехи эти в нем не нам судить. Про вонючку было грубо и некрасиво, на мой взгляд. Простите. А про то, что искушения напали на вас, найдите короткую притчу об ангеле с копытами. Не все однозначно. Вот он затеял эту вонючку, а теперь вонять будет всю жизнь. А ничего нету, приди, понюхай. Да, я каждый день в ванне не купаюсь, и нужды в этом никакой нету. Мне не приходится ни с углем, ни с золой. С золой вожусь только. А зола, это что зола? Это то, чем отмывались раньше. English Classroom. О, как. Тоже класс. По поводу вонючки. Может быть, у Алексея обостренное обоняние? Знаю одну девушку, которая чувствует все запахи за километр. Причем плохие запахи заглушает все остальные. Она при входе в общественный транспорт закрывает нос своими волосами. И дышит, как через фильтр, чтобы не воняло. То есть свою вонь боится отдать кому-то. Сто процентов ее вынюхивает из через волосы. Говорится, если человек мылся не сегодня утром, а вчера вечером, то для нее он уже воняет, как бомж. И ее начинает тошнить. Вот такая проблема у человека. Хотя Лапкин и сам говорил, не гигиентись, не мойтесь слишком часто. Но не думай, что он до такой степени грязнули. Рядом бы человек, и жена бы хоть увидала. Она всегда говорит, никогда от тебя запаху нет. Никогда. У нее нотри широкие. Услышала бы, или кто живет рядом. Это не он сказал, Алексей. Я отношу это к бесовщине. И у него, когда он не знает признаки беснования, вот это излишне иногда. Уши затыкают, кто-то громко сказал. Не может. Это признак беснования. Запах далеко слышит, как поганини считали, что играет на кишке человеческой. Слух привычный. Только они привычные. Это уже себя христолюбцев. Мир вам, Алексей. Без любви к ближним нет диалога с Богом. На одной заповеди плоды духа не вырастить. Все-таки вы обидчивы. И в момент, когда в вас полетели комья, копья, а именно за дело за живое, и когда игла давала обличительный акцент про то, что воняют блудники, походу вы открыли дверь темным силам от того и опустошения. От того и вонючкой обозвали. Некрасиво получилось. В этом проигрыш ваш. Ваш вас избрал Господь. И поставил на это служение людям. Должна произойти метаноя. Покаяние. Пить, блудить, курить. Надо бросить ради больного ребенка своего сына. А ему это и сказал Сергей Пупков. Его сразу он забанил. Надеюсь, вы не выбросили рисунок моей дочери Виктории. Она спрашивала, запомнили ли процентное отношение плодов духа, по которой сможете понять, на каком уровне находитесь, где есть провалы, которые надо выполнить. Потрудиться, и тогда Бог даст вам радость, мир и любовь. Это те дары, которые от Бога благослови вас Господь. Любим, ждем ваших роликов. Но он тоже не думал, что столько будет положительных для него. А его там молодец Алексей, молодец Алексей. Ну прям видно, вопят там бесенета со всех сторон. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе, распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих. Для них запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Павел Апостол, избранный Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. 2 Коринфянам, 2 глава 14, 15, Иголатам 1, 1. И вот так вот говорить, он на 25 лет моложе меня, или на 27 лет, на 27, кажется, лет моложе меня. И вот это вот растрезвонить на весь мир, вонючкой назвать, уж чего я никак не ожидал. Никак. Был, пил, тут ел, встретили, привезли. Ну, ты нуждался в этой беседе? Там мы-то без тебя жили и прожили бы. Ну, никак. Но главное, что у меня к нему отношение, ну, такое прям не упускал бы его, держал здесь. Я его ни разу не обнял. Когда он обнимал, ну, я руки протягивал. Ну, а запах мне для меня нестерпимый, вонь от него идет табачная. Ну, а я ничего. Я бы сказал, он вонючка, помилуй, Господи. Да так каким надо быть? Не то что хамом, а безобразником. Был, ел, вышел и плюнул. Но и все равно мое отношение к нему не изменилось. А он другим и не мог быть. Библию не знал. Всю жизнь жил в блуде. Других наставлял на блуд своими выступлениями. Главное, почитаю в интернете, кто он такой. Дафна. Вот еще Дафна какая-то. Тоже. Я смотрел несколько роликов Игнатихна. Тоже остаток неприятный остался. Но каждого Бог ведет своей дорогой. Вера на пути разная. Человек спасает только себя. По дороге к нему кто-то прилипляется, кто близок к его мировоззрению. Он не должен никого очаровывать. Его смысл спасения. Наши глаза не видят и уши не слышат. Мы выбрали место своего жительства. Адский город. Мы пристрастны к вещам и деньгам. Мы заботимся о своем теле. И забыли о душе. Мы можем взирать на Лапкина, как на инопланетянина. Его природа нам чужда и непонятна. И тем не менее он есть. И даже Алексей к нему полетел, не жалея времени. О! Это самое главное. Почему мне Алексей дорог? Я спросил, а вы часто летаете? Он говорит, нет. Вот за одним интервью. Такое. А еще уж, простите меня, грешный Господь, если бы в наше время спасался бы где-то в глубине лесов батюшка Серафим Саровский, что бы мы о нем дерзнули сказать-то? Что стадионы на проповедь не собирает и гигиену не соблюдает? Нет пророка в своем Отечестве. И Христа отвергли. Вот вам и суд. Глаз народа. Это не фамилия. Глаз народа. Алексей, Дух Божий действует в людях, покорившихся правде и истине. Любая хитрость, коварство, лукавство это разной степени проявления вражеского порабощения нашей души. Христос был идеальным носителем и исполнителем всякой правды, за что и был убит. Но и нас призывал следовать таким путем, а не компромиссом. Хочется многое озвучить. Вы полюбили Игнатия Тихоновича за его кажущуюся прямоту. И это нормальная реакция. Лгунов любить смогут лишь достигшие совершенства. А когда узнаете его получше, испытайте и свою любовь. Вы говорили искренне, и Лапкин это тоже оценил. Ведь говоря прямо и честно, мы выполняем заповеди любви. Да, я это сразу сказал. Это положительно считаю Алексея. Когда он исповедовался там где-то. Так, Елена. Я посмотрел одно видео с вами, Алексей. Вы сказали Игнатию Тихоновичу, что у него гордыня. Когда услышали о том, что как Игнатий Тихонович наказывал его похоронить в простом гробу, в простой одежде, в чем был, собственно, не обмывать. Так вы, видать, не до конца знакомы с проповедями Головина, Владимира Валентиновича. Вот себе склеп построил. Что вы на этот поступок скажете? Прелесть, гордыня? Или Головин молодец, так и должен готовиться ко встрече с Богом? Так готовиться, батюшка? Алексей, вы говорите, что от Игнатия Тихоновича вам хотелось помыться, подушиться духами. А вот Головина Владимира Валентиновича, вы приехали радостный, пахучий. А ведь так, как живет Игнатий Тихонович, живут монахи, отшельники, светильники православия. Видкач. Ткач. Тоже интересно. Конечно, неприемлемо. Разве то, что проповедовал Христос, было для большинства приемлемо? Разве большинство на нем не притыкались, не соблазнялись? Камень, отвергнутый строителями, сделался главой у угла. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Матфея 21, 33. На ресталища бегут многие, а награду получает один. Я бегу не так, чтобы бить, сотрясать воздух, а так, чтобы получить награду, сказал апостол Павел. Так что компромиссов с миром ради угождения людям не может быть. И более того, не мир я пришел принести, но меч, разделение священного от несвященного. Грехи и святости. Это Левитам 10, 10. Сказал Христос. Вот вам и черно-белое. Вот видите, сколько вызвал это все, благодаря вонючке этой христианин какой-то. Отец Данила Сысоева говорит, инструкция для ловца человеков. Именно потому, что нам безумно жалко людей, мы и пытаемся их спасти. Но мы можем их спасти, только зная очень важную вещь. Мы избранные Богом. Мы роды избранной, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшись мы в чудный свой свет. 1 Петра 2, 9. Нам даны полнота истины. Мы знаем абсолютную истину. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5, 19. Именно поэтому мы не стесняемся всегда напоминать всем, что обладаем абсолютной истиной. Мы хотим, чтобы люди, находящиеся во тьме, нашли свет, чтобы люди, бывшие в заблуждении, нашли истину. Именно поэтому мы в заведомо неравном положении с теми, к кому мы идем. Мы вестники Бога. Мы избранные Бога, которые призывают в это избранье всех остальных, чтобы они стали такими же, как мы. Это священномущенник Даниил Сысоев говорит. А на меня, что я сказал, избранные. И Павел всех называет избранными верующих. Как все. Да это гордыня, прелесть, гордыня, 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 гордыня. Прелесть, прелесть, вот прямо на дрожане где-то, как на вибрационном столе. Гордыня прелесть. А что, попы научили? Почему? Потому что у них главное гордыня и прелесть. И когда говорят попы, что не судите никого, то есть не трожь меня, там больше ничего не скрывается. Я их очень хорошо знаю. Антоний Пьянкин. Алексей. Вас спустили просто с небес на землю. Любой неофит взлетает высоко и быстро, а уже через полгода делает выводы и судит обо всем, как единственно верный судья. Об этом во многом вам скажет отец Владимир Андрей Ткачев. Лапкин вам скорее дал больше, так как не смотрел вам в рот, чем ребята, которые пишут тут комменты-то, в том числе и я. Еще вопрос. Вы Евангелие считаете? Ну, это какой-то, видимо, Тимур, или как знать. Это верно. У многих людей ошибочные представления об русско-правостанной церкви. Они думают, что воля Божья церковь, что это Божья церковь. А в реальности РПЦ – это коммерческая организация, дом торговли. Людмила одна еще ответила. А вы бесноватый свое мусорное ведро киньте и про невидимую брань начинайте. Журналист. Политика. Если тебе, Алексей, захотелось после встречи с Игнатием Тихоновичем материться, сквернословить и блудить, то ты был именно там, где нужно. Если ополчились демоны, значит, это то, что нужно. А самообольщение – это не к православным. Это скорбь от человека высокого стяжания, который нам, грешим, не под силу. Я вам не могу объяснить, почему у меня к нему такое влечение. Никому я еще не предлагал дом бесплатно, кормить его всей семьей, чтобы приехал. за 80 лет моей жизни единственный человек, кому я послал это послание, письмо, вот этот самый человек. Как у него по инициалам? Шаф. Ше. Фамилия А. Звать В. Величать. Шаф. Только не представляете сзади какие-нибудь там «Ка». Обойдемся без этого. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет анафема. Так звучит девятый анафематизм против оригенистов. Здесь сделание, там воздаяние. Здесь подвиг, там венцы. Пожелал бы, чтоб каждый день теперь резали и жгли, нежели там неописуемому, неописанному и непрестающему подпасть мучению. Не лучше ли же, чтобы там не испытать всего, теперь и не столь большое горе нести так, чтобы через то избавиться вечного огня. Говори сам себе, по грехам моим посланы мне такие удары, и благодари Господа, что благость его на покаяние тебя ведет. Затем вместо бесплодного горевания распознай, какой есть за тобой грех. Покайся и перестань грешить. Я по нему вспоминаю Серафима Заровского. Он говорит, «Сяда моя, вот если бы вся вот эта комната была наполнена червями, вонь, конечно, стоит, и они бы грызли тебя во всех направлениях, ну, немного, ну, лет сто, то ради вечной жизни стоило претерпеть. А тут надумал что-то, все спасаются, и я сказал, действительно, вас обманули, самый тяжелый случай у тебя в жизни, что вы причастились, что вас подсунули туда, когда вас еще с оглашенными надо выводить. У нас он с оглашенными стоял в коридоре, он с верными не мог стоять, а то, ну, не причастились ли бы там? Дескать, если он тут у нас причастится, то осквернится. Как он причастится-то, когда он еще в оглашенных дня не состоял? Его надо вписать в число оглашенных и с ним заниматься, а ему не ездить, не собирать события, какие есть, если он на душе заботится-то. Что он может сказать? Ну, сгорел самолет, дальше что? Ну, какой священник что скажет? А правильно или неправильно сказал, он даже не знает. Ну, я думаю, так. То есть, по своей испорченной натуре, мирской, он начинает решать правильно-неправильно. А если придет потеряевку, мы маленечко тут поговорим. Как говорится, Господь мозги-то с Бекрениной и грехом выправит. И дальше Марина Давыдова. Если Алексей после встречи с Игнатием Лапкиным вам хочется грешить, это не значит, что проблема в нем, проблема в вас. Марина Давыдова тоже. Там Давыдов и здесь. Андрей Воробьев. Как сказал апостол Павел, для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но осквернены их ум и совесть. Какой-то бай. Дальше. Не стоило так негативно отзывать о человеке, принявшем вас в своем доме. Плохо или хорошо, но он впустил вас в свой мир. Скажу, что это очень-очень редко. Не понравилось. Можно просто сказать, что для вас лично это общение было сложным. В том и уникальность нашей страны, что из таких разных, таких противоречивых людей при опасности формируется монолит. И неважно, кто с какой бородой, как пахнет. И дальше Миша. Алексей, вы говорите, да не заговаривайтесь, пожалуйста. С чего вы взяли, что общество сильнее в своем блуде? Почитайте Евангелие про узкий путь, широкие брата, например. Сильнее всего тот, кто идет за Христом. Пусть он один против тысячи. Вы очень неверно понимаете, что такое сила для христианина. А между тем, не только делайте неверные выводы, но и озвучивайте их. Учитывая ваши медиа возможности и недавнего церковления, рекомендую сейчас больше впитывать и читать Евангелие, святых отцов, современных подвижников. А то база у вас хромает. Потому и выводы бывают весьма далекими от православия. И вот интересно, это у него первое, когда он приехал, этот ролик под которым. Ну а дальше, когда он свой выставил уже ролик-то, свой, и главное, все говорят, главное, концовка молитвы. Он меня попросил, дважды попросил помолиться об этом. И мы молимся. Почему он сам не молился? Он не знает, о чем молиться. И я его в этом не виню. Он никакой не воцерковленный. Такого слова нет. Я его называю поганым словом. Свечки учиться ставить, не рожденный свыше. Он мертвец. Мертвец, сгнивший мертвец. Но Господь силен его воскресить. А проводительство Духом Святым он не слышал. Уста курящего демонская кадильница. То есть ад изо рта все время выходит, зловоние. И оно у него, сатана перевернул, а тут он, вонь, вонючка. Это он, вонь, вонючка. Незнающий, неверующий, блудник. Столько лет и табак изо рта не выпускают. Как это так? Но мне он к сердцу прилип. Помогите, чтобы он приехал и пожил здесь. Самостоятельно. Будет церковь, ходить не будет, неважно. Курить нельзя, конечно. У нас на территории нельзя. С тобой табак не привозить. А чего бы он избавился? Дальше НК неделю. Католики этим занимаются, заигрыванием с обществом, манипуляциями, разными нововведениями в церкви, послаблениями во всем и так далее. И что они имеют? Еретическую церковь, если можно вообще это назвать церковью, которая растворяется в этом самом мире с его блудом, неверием, подготовкой к встрече с Антихристом, православие, единственная церковь на земле, которая еще несет свет истину людям. Опасно заигрывать с миром, можно не туда уйти. Это игра с огнем. Хотя я понимаю, что перегибать палку, как этот человек, тоже, наверное, не надо. Это похоже на старобрящество. Похоже на старобрящество. Старобрящество это православие да никоновское. Но ведь он особо и не приглашает к себе. Они спасаются там по-своему и слава Богу у всех своя дорога. Вот слово сказать, у нас запрещено приглашать к себе община 27 лет здесь зарегистрирована и никого мы ни разу не пригласили. Только разрешение можем дать, кто просится. И притом мы признаем благодатность московской патриархии и туда отдали уже столько людей, половину общины, наверное. Старобряцев, которые священство имеем, признаем, и туда отдали человек 15. А как отдали? То есть выходили замуж, за наших сватались, благословляли их Сергей Петров. Эдакое красноречивое, эмоциональное, и надо признать, эффективное оправдание своего маловерия и бессилия. Алексей, красноречивое, эмоциональное, и надо признать, эффективное оправдание. Сколько у него там теперь, которые вокруг него там рукоплещут? Я думаю, что это даже не люди, демоны какие-то. Молодец, Алексей, молодец. Где вы завтра будете, когда развернутся врата ада и дверь в небо? Никодим. Никодим. Лапкин не лебезит перед шахматом, как Ткачев, и не скромничал, как Головин. Откровенно, чистосердечно, сказала Вере, что думает. Тут уж богемному стало не до богемы, и он получил моральный пинок под зад. Остается теперь идти опять к тем священникам, которые перед тобой будут отмалчиваться или сладости говорить. Дальше обижаться на тех, кто не поддерживает твою генеральную линию. Например, на отца Павла Островского. Вот Никодим хорошие слова сказал. Пелагея. От Пелагея еще. На мой взгляд, все верно сказано и сделано. Это и есть правда о вере. У каждого она своя богема, ньюс-богема. Из богемы в один день достал учителем православных. Это куда? Как? У каждого она своя. Если показывает только красивый глянец, то правды будет мало. Все познается в сравнении. Пусть будут контрасты. Никто нам не друг и не враг, а всякий нам учитель. Галина. Благодарю за ролик. Теперь я точно знаю Игнатий Тихонович. Это святой человек. По мне, некоторый парфюм очень воняет. Парфюм воняет, а не Игнатий. Парфюм. Интересно, кто это сказал? Оскар Уальт. Он говорит, я столько просчитал о вас клевет, что теперь знаю, безусловно, что вы прекрасный человек. То есть, зачем бы на меня столько нападали? Пришлось забанить, только, говорят, закрыть, за 8 месяцев 9 тысяч человек. 9 тысяч. Против меня роликов составлены сегодня, как по приблизительным подсчетам, уже около 250 роликов полновесных. Это столько сил отвлекает, отвлекать приходится. Но это не я делаю. Они за то время, как они собирают из моих роликов, что-то отрезают, голову приделывают. Вот. Они не могут в другом месте делать зло. Ольга Малевич. Лапкин и Т для меня, несомненно, очень крупная фигура. Мне подумалось, что таким был бы Лев Толстой, если бы он был из простых и не отошел от церкви. Я смотрел его канал, он меня затянул. Это видео про стариков из Потеряевки, искренне и трогательно. Но это форма, а не смысл православной жизни. Но именно формы, дисциплины мне не хватает. Этому полезно поучиться. А про прелесть Качев как-то сказал, что все мы в прелести, в той или иной степени. Александр. Ой, какой свирский. Да, он не как все, но самое главное это его, Игнатий, искренняя вера. Он как может пытается со всех сил принести пользу. Ну, у каждого своя дорога к Богу, что самое главное. На нем нет маски и желания кому-то понравиться. Его цель угодить отцу. Зачет Игнатия Тихоновичу. Это я оттуда выбрал с его ролика. Кирилл Злагостев. После слов об нулевой эффективности, Игнатий Тихонович, я перестал смотреть. Это надо же такое сказать. Видимо, вы совсем не в курсе того, что он делает. Даже то, что я искренне полюбил Господа через видео непрофессиональное и крестился, это уже не ноль. Хотя я понимаю, что вы утрируете, но все же обидно даже мне. Бог вам судья. То есть вот еще человек, который пришел через наш... А их пришли тысячи, как пишут люди. Алена. Ну вот еще один хулитель пополнил армию, за собой утянул кучу несведущих. А за всех, которые за ним пошли, будут отвечать. Это как в анекдоте. А я зачем полез? Ведь я считать не умею. Вас поставили на место, а вы до сих пор считаете себя взрослым мальчиком. Так может, это ваша гордыня сейчас зашкаливает? Ведь вас никто не звал туда. Зачем было так поступать? Человек уделил вам столько внимания, чтобы опять получить субъективное мнение московского известного журналиста в кавычках, а по-простому мальчишки неразумного. Ведь вас-то предупреждали. Я готовился, да, постились, молились, предупредил всех о путешествии туда и сюда. Мы все о нем молились. Об этом человеке, которого я не называю, чтобы он не говорил, что я его называл. Так, сначала прошу прощения у всех участвующих в этих комментариях и не только. Вы, Алексей, высказали свое мнение. Смотрите, вы их все-таки полюбили, хотя трижды осудили. Уже слово «вонючка» сказали сколько раз. Каких людей он шлипует, Алексей? Вот именно. Думаю, нужно было вам выстоять сначала всю тему общения, потом уж сегодняшнюю вашу речь. Много нас щестоплюев, моемся трижды в день, духаримся часто, потому что точно знаем, что тоже воняем или быстро вонять будем. А то, что внутри гнием заживо, что души полумертвые, это ничего. Главное, никто не видит. Скажите, а Господь тоже часто мылся и духарился? Ну, чтобы не вонять-то. Игнатия Лапкина за восемьдесят, он живой. А сколько нас чистых, мертвых? А он живой. Простите. Да. И не полюбили вы Лапкина-то? Лукавите. Ну, вот интересно. Шлифует, кого он увидел, шлифует. Бабушек. Тут он уже пошел дальше, Алексей, вот, которому говорят. Я его не называю. То есть, сам я нигде не называю, только считаю где-то. Вот. Ну, еще надо. Господи, помилуй, сейчас я открою дверь. вот не чистых, лукавица. Да, я знаю, люди моются несколько раз, из беденей. А мне в этом нужды нет. Мы выезжаем, я могу месяц, два, и запах, ни малейшего нету запаха. Мало того, еще принюхиваются, каким-то ароматом от вас пахнет, скажут. Женщины знатные, давайте с вами сфотографируемся, в библиотеках везде. Дмитрий Лемеш, я знаю его. Суд же стоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Постарайся разделаться, у меня запись идет. Иоанна 3,19. Лапкин свет наряду со святыми отцами православной церкви. Нигде он не проповедует вопреки Писанию с собором и святым отцам. Нигде. Три восстисательных. Про бороды, так это не Лапкин сказал, а Библия. А после 96 правила, уже 6-го вселенского собора, подтвердила, плюс поместный стоглавый собор. На нем святые мужи еще жестче и категоричнее высказывались по поводу бродобрийцев, приравнивая их к еретикам. Поэтому, дискутируя с Лапкиным по этому вопросу, с Писанием, с соборами, с святыми отцами. Маловерие, сопровождаемое кощунством. Тут Иван Грозный пришел. Алексей, вы хотите красиво говорить, и у вас получается, но вы не идете к Богу, потому что Бог это правда по отношению к самому себе. А вам она не нужна, вам нужен только пряник без кнута. Только в красивой говорильне правды нет. При всей моей симпатии и доброте к вам. Игнатий Тихонович правдоруб. И дрова и правду он рубит с любовью. Ну, а нам, грешным, изнешенным, разбалованным, непослушным, обтесаться весьма непросто. Но необходимо всем, всех вам благ. Дальше, Игорь. Хитер-бобер. Канал переименовал. Богема была, ангелс, деньги стихтантов стрижет. Бред несет уверенно. Красавчик. А главное, он рассказывает нам правду о вере. Правда о вере. Это гениально. Неофитство длится 10 лет. А тут через месяц правду матку режет. Да и месяца нет, на другой день. Но люди-то разбираются все-таки. Дальше. Елена. Отец Сергий Троицкий попросил понюхать монаха, который уже не нуждался в мытьве телесном. Он пах свежей травой. Получается, когда отмываешь душу от греха до блеска, то необходимость в бане для тела сама собой отпадает. Вот и весь сказ. То есть он действительно, этот куряка, он воняет, табаком воняет. Это ужасно. Но и старый грех, вот это зло, оно запах имеет. У Илариону как-то, к Илариону, великому Илариону принесли братья виноград. Крупный, хороший. Он только взял, говорит, невозможно. Уйдберите его отсюда. Воняет, невозможно. Как воняет? Это скупой человек. Блудник. Как? Так разве это на овощах может? Мы в саду брали, сами рвали, он разрешил. Я вам сказал, вы не верите. Вот быки привязанные, четыре быка, положите им, пусть они любят виноградить. Положили быки, как заорали, оторвали веревки и убежали. Вот и все. Вот это дареные часы или что-то ни под каким видом в руки даже брать не стал. Не знаю, зачем это говорить. Не надо. Во-вторых, мне сказали, там может быть и подслушивающие, что угодно, и вплоть до отравы. А еще нет. Я ни во что это не верю. Никак не надо мне брать было. А теперь он не взял, не увольняю, это не уважает. Ну, глупости, конечно. Татьяна. Алексей, спасибо за ваш канал, за ваше мнение, потому что было очень трудно понять это интервью. Я тоже еще ноль православный, но отец отца Владимира, я понимаю, потому что, наверное, он нам все разжевывает и ложит в рот. Остается проглотить. Илья. Алексей, очень интересно, как вы начали веровать? Как вера к вам пришла? В какой день? В какой момент? Очень интересно. Снимите об этом ролик. Ведь вера – это дар Божий, это не богема. Так? Как это у вас произошло? Что на вас повлияло? Пожалуйста, поделитесь этим. А мне скажут, а вы поделитесь? У меня книга целая. С детства, как я чувствовал это избрание Божие, как молился. Все подробно у меня описано. Для Слова Божия нет уз. На нашем сайте книга. Книга. Илья Алексеев. Вот это ему сказал Иоанн Сердо Бенцев. Я в шоке. Только пребывая, отец Головин назвал его христианином и своим братом во Христе. У Лапкина ведь род поганый. И он лжеучитель. И ни на каплю не православный. А тут отец Владимир увидел, как хорошо о нем отзывается. Жаль, жаль. То есть отзывается обо мне он хорошо. Отец Владимир и назвал себя моим учеником. И это жаль, жаль. Ну как это может быть? Да никак, только плохо. Хорошо, что не скрывают. Какой-то Теймур пишет. У каждого человека своя правда, как и свой вкус. То, что подходит Игнатию Лапкину, может не подходить другим людям, в частности, Алексею Шахматову. Религия Лапкина это какое-то глубочное, музейное православие, оторванное от современной жизни, отставшее от нее лет на 150. Даже официальное православие, РПЦ, это анахронизм, не говоря уж о православии Лапкина. Вот еще какие отзывы. Ну и угождаем Галина Влестка. Мир вам. Мнение, впечатление от верующей христианки со стажем поиска спасителя в 30 лет. Это она о себе пишет. Желающим продолжать веровать во Христа православно, продолжать читать и изучать Библию и утвердиться в своем доброделании для людей. Без работы в просвещении народа православия Игнатием Тихоновичем не считалось бы по-русски на литургии. То есть, а сколько лет об этом? Дальше. Не было бы движения в церкви по созданию общин. Патриархия это взяла и объявили, а не знают, меня стали вызывать в разные общины, как научите. Не раздавалось бы Евангелие народу бесплатно, но только мы вокруг раздали 30 тысяч, за свой счет приобретали все. Не начали бы крестить в полное троекратное погружение. Не начали бы относиться к церковной свящей, как к единице просто древнего церковного освящения и так далее, и тому так далее. И об этом еще и с плюсом заговорили сам Вонов, все верующие священники служения Христу и своим приходам. Алексей, совет, вино должно закрепиться. Игнатий Ишнлапкин выбрал такого себя, строгого к вам и для вашей пользы, начинающего это проощущение пинка назад. Оставайтесь собой для ясности своего спасения. Подражаем только Христу. Все от тебя это было с Богом. Интересно, у нас был Евтихий, епископ, 13 лет. Он считал мои, тогда еще книг не было, а отдельными лесками выпускал в университетской газеты. Я думал, как я буду там общаться с Слабкиным. Приехал, у меня не узнал. Это совершенно другой человек. И про апостола Павла говорили так же. В посланиях он грозен, а в речном присутствии Слаб и речь его незначительна. Наталья. Ну и вот это, что есть. Просчитали и на этом еще все сегодня. Просчитали.